Как вы догадались, меня зовут Наталья Ермолина, я руководитель этого пространства. Мы делаем его вместе со Светой Кочуриной, с моей подругой. Если есть технические вопросы, то вот там можно чай, кофе. Валя, помаши рукой. Валя сегодня у нас на кофе. Подходите, и набегла каких-то вкусных штук. У нас варный туалет, талончики магические, билет в туалет. Тоже у нас, тоже у Вали. Если какие-то вопросы, подходите ко мне. Я сегодня не главный герой этого вечера, и очень рада, что так много гостей собирают интеллектуальные вечера у нас. Поэтому рады вас очень видеть. И я с радостью приглашаю вас к этому моему другу, друга, коллегу Сашу Фоксану. Спасибо. Норочку нажали, что он за ручку. Какие всегда пройдешь, все штучек. Здравствуйте. Как было дело, позвонила мне Ермолина и сказала, приходи. Потому что пора. Что-то там сидишь, надо уже выйти, надо что-то рассказать. А я испугался. Саша, что расскажи. Ну что, напишут люди, а я, что я могу, буду тупо сидеть, отвечать на вопросы, как с детьми на гипербореи, и ради чего-то. Потом я решил перечитать свои какие-то стишки, которые я писал на 1900, сразу после Братарской войны. Вот, и ближе, чтобы смешно мне с ними надо читать, и все, я решил, что в первое отделение очень-то лично запись. И согласились. Вот, поэтому формат такой. Читаю, это даже не стишки. С стишками у меня все очень сложно. Это такие пародии на поэзию. Вам нравится или не нравится, значит, смеетесь, хлопайте в ладоши, кричите урата, я читаю дальше. Вот, не нравится кричить урат, хлопайте в ладоши, чтобы я не расстраивался. Придумывайте вопросы. Записочки вот сюда. Задаете их устно, вот, что мудрить. А кто стесняется. Как хотите, кто стесняется, пишет записки. Я сразу такой весь из себя отвечаю. Потом все отдыхаем. И я читаю то, что теперь называется блогами. Доброе утро, чтобы смешно. Вот, и опять отвечаю на вопросы. Утром расходимся. Кто устал, уходит раньше. Ну, для начала, просто для затратки, быстренько такой первый стих, чтобы так, как... Ну, стих, потому что все очень серьезно, на самом деле. Да, стих про хладнокровную улицу. По дороге пыльной, ровной, шел убийца-хладнокровный. Без поклажи, налегке, зажимая в клубе. Три гранаты. Два костета и четыре пистолета. Это пулемет, базуку, веник. Тазик, мыло, кучу денег. Соклоняя в стандартах обойску. Книжку, прослана и оську. Шубку, шапку, рукавички. Жучку, внучку, свечку, спички. Долото. Рубанок. Гвозди. Виноград четыре грозди. Пять гвоздик. Кило картошки. Корм для рыб, треску для кошки. Карамельки барбариски. Соду, лед, бутылку, виски. Шел и песню напевал. Поскользнулся и упал. То-то было весело. То-то было месело. В общем, все очень серьезно. Да, спасибо. Мне нравится, кто поделит на дно. Кто поделит на дно, кто поделит на дно. Со стихами у меня действительно не складывалось, потому что я же всегда думал, что нужно как-то, ну, должен быть смысл какой-то. То-то, мало того, что нужно что-то рассказать людям, оно еще должно быть в ритму. Это бесконечно сложно. И где-то, когда мне было лет 25, в журнале «Юность» прочитал статью Пронского, в которой написал, что в странице написано ради смыслов, все равно, что жизнь прожитая ради Николая Некролога, и тут меня поперло. А смысл-то не надо никакого вообще. Вот, ритмуешь, первое попавшееся, что тебе в голову приходит, а дальше люди говорят, ты не подумай. Страшный сон меня терзает, жуткий сон меня терзает. Комиссары в пыльных шлемах наклонились надо мной. Дорогие комиссары, разбитые гудовые комиссары, вы не веетесь надо мной, комиссары над моей головой. Молча так склонились что-то, тихо так склонились в чертик. Пояс со шлемов в нос влетает, и глаза у них горят. Навталином пахнет кожа, из-под кожи пахнет тоже. Комиссаром что-то гложет, но сознаться не хотят. Вдруг из мамины и спальни, вдруг из папины и спальни, из-под печки, из-под лавки, кривоногий и хромой, выбегает Ворошилов. Легендарный Ворошилов, Клим Ефремович Ворошилов. И качает головой. Вот теперь тебя хвалю я, вот теперь тебя люблю я, наконец-то ты грязнуля, Клим Ефремович говорит. Папы, мамы закивали, комиссары закивали, печки, лавки закивали, мол, четвертый день не мыли. Дорогие пионеры, разбитые пионеры, каждый вечер, непременно, это добрый мой совет, мойте тщательно под душем. Трите в души нос и лушай, иначе вам присутствует вот такой кошмарный пептик. Вот люди пишут стихи, у них там все как-то там литиевато, красиво, там какие-то слова интересные, вот, и я правда этого ничего не умею, вот поэтому это все пародия. Но настоящая пародия у меня была только одна, чтобы ее не забыть и не сбиваться, я ее сейчас прочту почти по бумажке. Это когда знаменитый поэт Юр Тушенко приехал в Карелию и женился на Маше, он написал стихотворение, в котором были строчки, Карелия мне подарила Машу похожую на парусную мачту. Я читал, я думал, то ли деревянная, то ли такая же, как бы прямая, то ли длинная, ну ты кого знаешь, в общем, что-то хорошее, ясно. Значит, поэты «Подарки» называются. Карелия мне подарила Машу, похожую на парусную мачту, а Мордовия мне подарила Налью, похожую на рыбу в Маринале. Марусю подарила мне Чукотка, похожую на лёсеную лодку, похожую на белую горячку, Одесса подарила мне морячку. Алёну, Таню, Лену и Марину мне подарили в лавке Армянина, в сочах сучить пытались Николай. Но я в такие игры не играю. Вот, как-то дело, значит, скучал я в Америке, я был в миграции, мучился, значит, плакал. И там, я думал, я так вижу, что многие у меня давно знают, кто-то, может, не знает, у нас в университете был такой свой театр. Смешной, вот, юмористический, сатирический, я писал, а мы подыграли. Такие лаверы. Вот, один из нас, по имени Борисов, лодка, прислал мне в Америку конверт. Мой конверт, в котором было моё письмо ему, он его прислал пустым, но с автографом Жванецкого. То есть, Жванецкий был в Петрозаводске, Борисов к нему подошёл, у нас, говорит, был такой гений, его больше нет с нами. Вот, он, всё, он на том свете, не могли бы ему что-нибудь написать. Жванецкий написал на тот свет, значит, дорогой Саша, вы, главное, пишите. И приехал в Лос-Анск, а я там. Вот, я там. Семь пришёл на его концерт, когда он уже закончился, практически ничего не помню, волнуюсь, думаю, буду закуриться, покажу им этот конверт. Сказал, вы написали, чтоб я писал. Вот вам. И всё, что мной написано, отдам ему, он обратился, он тогда, значит, у него был журнал, название «Магазин», Верденьев был редактором, он только председатель. В общем, я ему вот всё это, кучу всего, весь воров дал, звоните, конечно, обязательно всё прочту, и сразу позвоню. Вот я жду его звонка, уже, ну, это было в 97-м, где-то в 96-м, в общем, 25-й жду его звонка, и я звонил. Но однажды я сам позвонил Верденьеву. Вот, так сложилось, значит, я приезжаю в Москву, плачу своему дяде, говорю, не отвечаю, он говорит, Верденьев, это же Рабинович, я его знаю. Вот, он в Останкино был то ли звуковиком, то ли оператором, когда-то и телефон его есть, и звоним Верденьеву, и говорим, вот, там передавали, он говорит, да, 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 одно сихотворение напечатано. Оказывается, одно сихотворение напечатано у меня в журнале магазина Жванецкого. Стихотворение. Называется «Сказ о том, как Иван Грозный убил своего сына». Не все знают, как он убил, я вам скажу. Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое? хорошо. И что такое? Плохо. Папа был оригинал старого замеса. Думал, плюнул, посох взял и огрел балбеса. Мол, не отвлекай, болван. Папа очень занят. Он вынашивает план взятия Казани. Крохо рухнул, как мешок. Царь сказал над другом, быть плохим нехорошим, а хорошим глупо. Помни, всякий гражданин, мир стоит покуда. Вырастет из папы свин, если сын зануда. Вот он. Все расстраивает. Я уже зачитался, между прочим, так-то не очень мало, но не очень много. Они закончатся, а у меня еще нет вопроса. Никто не хочет. Мол, Александр, что вы делали в миграцию? Почему вернулись? В Америке плохо? Нет? Хорошо. Вот. Накапливаем, накапливаем. Почему вы не любите жен? Там есть же что-то спросить. Почему у вас очки на голове? Сам просил, сам отвечу. Потому что так я вас вижу. А так? Ну, сейчас, сейчас что-нибудь. Душа щипает, я прочитал. Ой, я это прочитал. Ой, ой, ой. Смотрите, вот эспергел какой-то. Доктор с большим апельсином любит сниматься в кино. Доктор с большим апельсином хочет кататься в Париж. Доктор с большим апельсином встретил на улице мыши. Здравствуйте, милая мышка. Как вам вчерашний обед? Здравствуйте, здравствуйте, доктор. Мышка ответила. Я не желаю общаться с вами, ничтожный злодей. Вы истязаете, доктор, малых, невинных детей. Режете им аденоиды. Палочки тычете в нос. Деменоризм, доктор. И огорчилась всерьез. Бедная, бедная мышка. Доктор подумал в ответ. Взял ее нежно за хвостик и обнув в туалет. Мыши и прочие двери. Каждому это грозит, кто не подумал, соседу правду в глазах говорит. Ну что, придется сейчас читать краткий курсик про СТП. Значит, я опять писал не знаю чего вам. Ну мне Бродский сказал, пиши, не знаю чего вам. Я же мне ничего сказано, а то и делаю. Бродский в журнале без меня сказал. Ну так слушай, конечно. Вот, пиши, говорит, что хочешь потом, когда написал, придумываешь к этому заголовок. Семные слов, папа, пьет потом. По проселочной дороге через лес наискосок шел, тарика коротканунь, совершая марш-бросок. А навстречу сквозь болезнь, чищающую пусты, пробирался безмятежно. Кири чистой красоты. Повстречались на рассвете у излучной реки. В камышах томились дети и бродили турлаги. Гой-еси, про мугл гений, кто? Тур или Крепь? Я старик ответил. Крепь. Человечный человек. И от этого ответа засияло все вокруг, вступило баги лета. Под сосной разлел лопух. Бурлаги спряхнули время. Дети с ног смакнули прах, вымя, семя, знамя, стремя. Оказались выкруга и на солнечной полянке. Кромыслом выкнул прорыв. Перед детями есть жизнь и слезы и любовь. Написал, сверху приписал крафт-круссер по ЦТБ. И получилась у него. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Никому, никто ничего не спаси, че на это. По кофе, конечно, не пришел. Собака серая. Перерыва мне не дается. Ой. Есть ведь один грустный стих. Ну, как-то я даже и не знаю, надо ли его читать или нет. Или подождать. Ммм. Вот трогательно, пожалуйста. Люди Ау. Не знаю, почему-то он называется Коварской львов. Но, в принципе, нет того. Хотя, может и есть. Король королеву обнял у Камина. И в эту же самую ночь Она в знак любви Принесла ему своими. Хотя, может, старца и дочь. Вошла поликонку к нему среди ночи. Вот, дескать, держите, он ж, эр. Король ушавела, протер свои очи И выпил поржок уже. Положите, где взяли, моя дорогуша. Хотелось монарху сказать. Но были у чада отцовские уши. А это, не шутки, не шишки, пинты. Доброе. Вот, сейчас у меня все недоброе. Женское такое, дамское. Видимо, то ли любовь и картошка, То ли женская счастье не знаю. Как хороши, Как свежи были розы. А я одна стою на берегу, А ты пришел, Матерый и серьезный, Блинки поел. Картошки и рагу. Борщец, сальца, Укропчику с репиской, Морковки чуть, Немного черенши, Три литра квасу, Булочка с сосиской, Головку сыра, Полки лопши. Потом рыкнул, Обтер ладонью грубо, Затем лыкнул, Еще разок рыкнул, Облапил молча, Смачно, Но не грубо. Взял пару раз, Забылся и устал. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ладно. Че ж. Вот тоже, не знаю, Когда вот эти вещи читались, Народ хвалил, Говорил лайк как хорошо, А потом стал писать, Как мне казалось, Что-то такое же, Ну видимо, что-то меняется в мире, Мне стали говорить, Что-то курил. Ну вот, не знаю. Вот это в «Медовый месяц» писалось. У меня в этот «Медовый месяц...» Вот, кстати, про любовь к картошку когда же? Как-то накатывалось, наверное. А тут вот такая фигня. Когда великий князь Василий, играя в герли во дворе, увидел кошка и снасилил ее на зависть до дворе, не по злобе и не от скуки, не чтобы что-то доказать, а как-то друг взял кошку в руки. Раз, два, три, четыре, пять. Тогда народ его не понял с его бесстыдского кончасти. Но вы-то знали, как и кошка, что и чертон князь. Несчастный князь. Ой, любимый, любимый, вам нужно посидеть, потому что ничего не делать, и кто-то говорит. Спрашивайте, что они делают. О! Скажите, пожалуйста, что для вас значит неудача? Ну что, вот вышел я такой, а вы сидите, например, сами с тобой разговариваете, и я тут один большой. Вот вам неудача. Причем, да, очень сильная неудача. У меня было несколько таких, я же студенческие выходил на сцену, они молчат. И больше я с тобой уже не буду. Знаешь, для тебя было три раза. Не, это было ужасно. Там 9 мая я должен был прочитать сотворение Юны Фриц, наследник Мамина, классный лицинг-экзамен. Там сидели ветераны. Вот. Было плохо. Да, я думал, что все, на следующий день я не смогу идти на улицу, потому что сердце у меня пальцем будет плохо. Ну, детское, но мне лет 20 выгодно. Вот. Ну, оно затянуло. Вот. Неудача. Начну. Что-то не получается, вот неудача. Трубовар где-то. Так, нет, я продолжаю домыться. Ой, записка. Ну, здесь карандашка. — Карандашка? — Я ещё почерки плохо сделаю. — Скажите, а в каком жанре вы больше всего любите... — В каком жанре вы больше любите? — Какие-то блоги. — В каком жанре что-то с блогами любите делать? — Писать, друг, работать. — А, писать, друг, работать. — Это, наверное, теорий. — Это очень лёгкий вопрос, потому что для меня всё ясно. И, в принципе, я люблю жанр таких комментий больше всего. И в нём мне хочется работать больше всего. То есть я хочу писать о серьёзном, но так, чтобы люди от этого в процессе смеялись. Те, кто видят, а видят многие, они видят, что это, в общем-то, на самом деле не очень смешно то, что я делаю. Но каждый отдельный абзац виселый. То есть, скажем, я очень люблю давать его, да? Очень люблю давать его. А ты его читаешь и смеёшься, при этом там всё очень серьёзно и вполне вкусно. Ну чё, прочитаю стихи «Карусель». Хотя я не знаю, почему она «Карусель». «Карусель». Ой, сейчас только все листрочки-то на месте. Ой, а хоть и истории, в общем-то. Про истории нашего мира. И тогда задрожала земля, и забыли собаки. А изнеженный Рим возлежал на кушетках и кашлял. Отовсюду сходились немытые пошлые люди. С топорами в руках и с желанием мир переделать. Они в шкурах носились с себя по лесам и болотам. Ели то, что удастся добрить, а не то, что хотели. А изнеженный Рим возлежал на кушетках и кашлял. И сморкался, и чах, потому как был сильный и снежный. Люди в шкурах хотели, чтоб всё было честно и просто. Если сладко, то сладко. А если зима, то морозно. Если солнце, то утро. А если вода, значит, мокро. Люди в шкурах хотели, чтоб все, кто не ангелы, черти. Как мираж, как туман, исчезал личный город в Италии. А на месте дворцов проступали зелёные кроны. Люди в шкурах научатся мыться и строить хоромы. Получать удовольствие, спать на пуховых берегах. Есть тямаров, кататься в Париж, убивать на дуэлях. Улыбаться сквозь слёзы и строить воздушные замки. И тогда задрожит вновь земля, и заплачут собаки. А изнеженный львин будет кашлять, сморкаться и чахнуть. Ну, а сейчас, кстати, вот буду рыться, а вы торпите. Что такое футбол? Какой футбол? Футбол. А! Что это за пакет? Ну вот, есть баловство. Да, это работа моя в газете. Это чё ещё там. Вот это всё. Ну, это, в общем, мелочи. А есть то, с чем я родился. То, что первое пункт у меня получалось. То, что единственное у меня получалось до, может быть, 16 лет. Потому что в поле у меня ничего не получалось вообще. Да, то есть у меня кривые руки. Я не умею чертить, рисовать. Я другой в математике. Я... Ну, чего ещё тут делать? В общем, я ничего не умею. А единственное, что у меня точно знал, получается, это я играю в пункт. Вот. И сейчас у меня уже довольно много лет. Я уже месяцев восемь не играю. Вот. Потому что у меня очень болит нога. Вот. Это очень грустно. Потому как играть хочется. В общем, да, футбол – это самое клёвое вообще, что есть у меня. Ну, и сделать. И сделать. У меня дочь есть. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, а сейчас тоже вот о серьёзном заговорили. Значит, на самом деле первое стихотворение, которое я написал, узнав, что можно писать стихотворение бессмыслом, было вот такое. Я долго думал, что у меня нет смысла. А в доме напротив светились глаза зелёные, как апельсин. А где-то на скрипке играл коза, симфонию номер один, а дым от костра был похож на балет, а солнце похоже на кварц. Кудрявый индус на кудрявом слоне собачий насвистывал вальс. И каждый сходился на звуки трубы и всякий выравнивал шаг, а сзади стеною вставали грабы, а сверху порахался и отплакал. Неожиданно вдруг выскочил опять же с носов конца. Да, и это всё в 89-й год. То есть все эти карусели, серые овалы, это всё писалось, конечно, далеко не сейчас. Ну, то есть вот все эти бумажки, которые здесь лежат, стихотворные, не все до 95-го года, с 87-го. А сейчас чего? Нету ничего? Нету, нету, нету. Я блоги пишу. Я пишу и верну. Самый лучший день в вашей жизни. Он уже был. Спасибо. Самый лучший день. Самый лучший день. О, сейчас придумаю ответ. Однажды, это было в 9-м классе в мае, где-то после 20-го числа, когда снег уже растаял, когда тепло. Тогда, все помнят, да, была десятилетка. То есть 9-й класс был предпоследний. Комитет был ещё один год без заботности школы. Я точно знал, что будет, всё было предсказуемо и понятно. Я вдруг понял, что оно и есть счастье. Вот, потому что от чего ещё надо? Ты молодой, у тебя живые и здоровые родители. У тебя никаких хлопот и обязанностей, а другого счастья нет. И, в общем-то, ну как бы после этого любой день в моей жизни счастливый, кроме, может быть, военных сборов и трёх лет в миграции. А, ну, ещё я был женат. Ну, это и медаль. Может, Александр вдруг сказать о себе, наконец-то я повзрослел? Первый вопрос – нет, не могу. Не могу. Я такого без тебя сказать не хочу. Взрослеть. И никому не советую. Какой любимый анекдот у Авна? Во-первых, я же их не очень помню. Что-то запомнишь, думаю, что крутой анекдот, а что-то… Выбор нечего. Ну, не скажу я. Ну, подождите, может, че-то сперёт. Дайте, пожалуйста, совет. Как не потерять отпуск жизни, может быть, есть совет. Спасибо за вопрос. Я не знаю. Жить очень клёрно. Я никак, никогда не мог понять, как люди, у которых целые руки-ноги, да, у которых все живые. Чем не ноги. Потому что всё правда здорово. Вот, пока… пока мы здоровые, у нас впереди жизнь. Это когда-то тоже, мне было там лет двадцать, какую-то строчку на недочасам, типа я ужасно устал от жизни, а ему было лет восемнадцать. А что, что у него тут такое? Ну, чего он устал-то? Потому что понты и выпендрёшь. Вот, но огромное количество молодых людей, я не знаю, бросаются с крыш, скрывают себе вены. Вот это я не знаю. Неумение почувствовать, что каждый, каждый день абсолютно прекрасен. Вот. И когда идёт снег, и когда светит солнце, и когда холодно, и когда ты куда-то едешь, и когда ты играешь в футбол, и когда ты не играешь в футбол, и его смотришь. Ну, правда здорово. А как этому научить? Я не знаю. Надо как-то прийти к этому, бог его знает, просто сказать себе, что… А, ещё же говорят, да, что жизнь, наверное, трудна, что кто говорил, что будет легко, ну или что-то как-то другое. В общем, это, не знаю, открываем глаза и радуемся каждому дню. Знаете, не знаю. Ваша любимая еда. Не верите, и вы в любовь. Это так недавно. Звоните, у меня были родители в гостях, и звонит Ася из Лондона, точь моя. Я говорю, бабушка, у меня два вопроса. Как варить борщ, и кто у нас погиб в Холокост? Вот что-то такое. Ваша любимая еда, я верю в любовь. Еда. Значит, однажды ко мне подошла девушка и говорит, мне посоветовал к вам обратиться Николай Владимирович Тищенко. Он мне вас рекомендовал, как жантака английского языка и бурмана. Дело в том, что я пишу по свою работу на тему заимствования названия английской еды или там русского языка, о чем-то такое. А фокус в том, что я, ну, во-первых, я не знаю английского языка, и могу его учить категорически, а вот это я вообще не бурман. То есть, по большому счету, мне все равно учили. Ну, сейчас я буду, как этот из дня выбора, который говорил, а люблю картошечку с селедочкой. Вот, я правда люблю вареную картошку с селедкой и луком. Вот, я люблю бутерброды с колбасой, сыром и помидором. Я красную игрушку. Красную игрушку. А, да, я люблю творожные сырки и всякие пузырьки в шоколадной глазуре. Вот, ну, как-то так. То есть, пробегу, как видели? А я вот почти пребывал, где он такой в них был, конечно, я вот видел, у меня была радостью, прям, у меня было радостью. Ну что я скажу? Значит, любовь. Любовь. Ой, про любовь мы сейчас можем поговорить давно, у меня же блоки. Припасены-то. Ну и прочее. А, я, ну, как видите, мы же по любовью имеем в виду, Ну, как правило, любовь к родине, и любовь к девочкам, а девочкам к мальчикам. Я в это не верю. Я верю в любовь моих родителей ко мне, безоговорочно, это моя религия. Я верю в свою любовь моему ребенку Аси. Вот. Потому что, ну вот как я понимаю, любовь, да, в ней нет ревности, в ней нету какого-то собственничества, в ней есть, ну вот, какая-то просто преданность, и вот лишь бы ей было хорошо, лишь бы мне было хорошо, ну, как считают мои родители. Ну, я люблю своих родителей, лишь бы мне было хорошо. И что они при этом будут делать, да, что дети будут делать, да, не важно. Лишь бы они были счастливы, да. Между мужчиной и женщиной это или какая-то область психоза, или все равно начинается требование потом ответки. Вот, я же тебя столько вложил, а ну, дерьте посиди. Вот, Настасья Филипповна будет моей, а потом зарезал. Встала моей, получай. Я на колене простоял, все. Ну, не верю, не верю. Хотя, может, оно, конечно, и есть, но я... Не знаю. Вот. Ответил про любовь-то что там? Вот такие. Опа. Вот. Сказал, что плохо читаю почерк. Практически. Практически. Уже печатные буквы пишут. У вас есть враги? Пишут ли вам в соцсетях странные названия будут? Это два разных вопроса. Абсолютно разных. Я как-то так вырос, не знаю, каким-то вот таким чудом, что я не знаю своих врагов. Ну, вы мне рассказывали про одну девочку? Вот. Что она когда слышно, видимо, трясется почему-то. Ну, мы с ней не общаемся, и это как-то абсолютно не в моем мире. Вот. Я знаю двух людей, которые перестали со мной общаться, не объясняют почему. Но, в принципе, они, наверное, есть. Когда к нам пришел интернет, и появились комментарии там по статьям, я вижу, что вроде как, что-то там такое как-то оно есть. Ну, с другой стороны, они же не отчитают все время, а значит, не так и не любят. Поэтому, вот правда, я живу в каком-то странном мире, где нет врагов. Я их не вижу, я их не знаю. Вот. А может быть, это такое свойство психики. Я когда-то не решил, что я просто не буду общаться с теми, кому им не нравится. То есть, если человек ко мне сам как-то не подошел и не обозначил свое расположение, так и я к нему не подорвелся. А значит, и у меня. Вот. А вот насчет странных людей в соцсетях, так? И в шутках? Ну, что ж, что делаешь? Много людей, кажется, странных. Нет. Нет. Ну, немного. Нет, даже... Ну, так, трудно сказать, но на самом деле, немного. У них все время есть? Вот, ну там, один на пятьдесят. Вот. Почему вы не уехали и не уезжаете по завод? Вот пошли вопросы, привычные, потому что только здесь я чувствую себя востребованным. А это главное для меня, да, то есть Тетя Молина делает объявление, типа, будет выступление в курсах. Оно висит полчаса, а уже пятьдесят человек записалось. А я чё? Я кто? Я не артист. Я не... Ну, чё я там? Штихия престолбца в 95-м году. Ты понимаешь? Я пишу какие-то блоги, у меня фотография в газете. Чего? Но здесь это есть. Вот оно. В середине второго дня запись у них не закончена. Я хочу, чтобы меня узнавали. Я хочу чувствовать себя нужным. Я хочу чувствовать, что я интересен. В любом другом месте. Я не знаю, сколько у меня уйдёт времени на то, чтобы этому дадиться. Кому-то нужны деньги, кому-то нужна, я не знаю, хорошая квартира, кому-то нужно... Фиг его знает, чё там в Москве такое. В метро кататься, можно сказать. Ну, приятно же. А я это понял где-то лет восемнадцать, наверное, когда я с физматами сбежал. Я был на физмате. И когда я оттуда смылся, у меня был такой каталюкс называется. В общем, время до поступления на Турфак. И поскольку дядя мой конкретный оператор на останки, он говорит, приезжай, замолвим слово, вступишь в театральный. И я приехал, я не поступил. Я был позорен, так сказать, растоптан. Это очень смешные истории с моим этим блистательным поступлением в четыре вуза. И мне говорит женщина, которая как бы меня опекала. Она говорит, все так, с первого раза никто не поступает. Я сама не поступила с первого раза. И я работала в аптеке и шла за кулисами. И потом... Я думаю, я хочу жить за кулисами и работать в аптеке. Ради чего? Вот ради того, чтобы потом вдруг окажется, что я плохой актер. Я буду играть в пензе. Пятое дерево. Я тут ясно понимаю, что быть 25-м в Москве, а тем более там тысячная, мне хочется гораздо меньше, чем быть одним из первых в Петрозаводске. И как-то достаточно быстро это стало получаться. Вот. Главное было уйти с Финадовой. На это я тоже ответил. Спасибо. 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 А какое у вас образование? У меня физическое образование. Значит, я филолог. Правда, я неграмотно пишу, но это... У нас филолог. Может, я больше. Саша, а как же у нас физическое образование? Да, у меня второе образование театровическое. То есть у меня два филологических, гуманитарных образования. Русское филологическое образование. Русское образование. Русское филология. Типа я лицо-то в Петрозаводсках. Как бы я ещё тебя нахожу. Спасибо. А у меня в школе не получалось ничего про футбол. Мальчику с хорошей еврейской семьей заниматься футболом серьезно не надо. Сборная Карелии достаточно. Юношеская. А дальше смотрим. Куда я могу пойти? Значит, химию не могу. Вообще не знаю. Физику не могу. Я не знаю. Вообще. Чертить не могу. Значит, все инженерные отвали. Во врачей не могу, потому что большая ответственность еще умрет. Кто-нибудь обязательно умрет. Обязательно. Вот. По математике у меня была пятерка. Там все очень просто. Там дается формула. Надо просто подставить цикерки. Поэтому я их подставлял. Все получалось. Но я боялся, конечно, от факта. Я пришел на первое занятие и понял, что здесь уже не цикерки подставляют, а что другое. Ну, я на мат пошел. Да, не на мать. Вот это, да. Это 75 человек на потоке. И ты самый тупой. Вот тупее нет. Я сидел на первой парте. Восемь утра я приходил всегда и сидел, смотрел. А на доске какие-то чудаки писали мелом по сухой доске. Мне весь чток. И все все понимали. А матрица Н столбцов, понимаешь, и Н строк. Метеорема, Бальца Накаши, какого-то Бьерштасса. Лепцева окрестность, применящаяся к бесконечности. Какой бесконечности? Саня. Теми. Теми. Да. На всю жизнь. Правма. Отвечая на вопрос, хочешь быть правым или счастливым? Правым или счастливым? Это вопрос поднимаем. Правым или рядом? Быть правым или счастливым? Что выбирает Александр Пукс? Вам уступать сложно? Счастливым. А поскольку я перманентно счастлив, то дальше уже остается быть правым. Вот. Но если встанет за вопрос, то хрен с ней справа даже. Вот. Вопрос будет в том, что для меня счастье, да? Это как бы покой и воля, скорее всего. А, второе, читаю, отчасти. Вам уступать сложно? Уступать сложно. Уступать сложно, но зато это помогло развестись легко. То есть, ну, вот это все-таки умение, вот как тут уступать? Надо было просто сказать, ты проиграл. Ну, ты проиграл и проиграл. И так хорошо стало, проиграл и все. Ну, и что, ну и проиграл. Я сколько раз в жизни проигрывал, ну, проиграл в этом. Все, через полгода живой, здоровой, счастливой. Ну, ну, вообще сложно, и это как бы нужно себя немножко убедить. Все, проиграл, отпустили. Ну, это, это непросто. Где больше справедливости? Там или тут там? В чем? Там или... Или где? Там или тут это в другой стране или в этой? И нелепая ситуация, в нелепой ситуации. Значит, справедливости больше, я думаю, там. Наверное. Ну, какой-то социальный справедливость. Я не знаю, что под этим понимать. Ну, вот скажем, есть у меня в Вашингтоне знакомый бывший офицер Советской Армии Шетерберг. Вот. И мы как-то едем там в Вашингтоне, в дом, где жил его отец. Отцу там, под 90-го. И Шетерберг говорит, мне каждый раз стыдно, когда я подъезжаю к этому дому. Ведь он же, отец, ничего не сделал для этой страны, ничего. Он просто старый человек. А Россия, он воевал. И те условия, в которых он жил в СССР, и в которых продолжают жить многие люди, которые многое сделали для нашей страны, они тяжелые. А в стране, для которой он ничего не сделал, он жил в доме с бассейном, с джакузи, ему уже не надо, ну, там, со столом настольного тенниса, с библиотекой, с каким-то букетом, бесплатно. Там строится дом, но в Вашингтоне такая система этаж, выделяется для вот таких вот неимущих пожилых инвалидов. Сидишь, смотришь на весь Вашингтон сверху. В Вашингтоне, это немножко другая система, там целые дома такие. Ну, вот если мы говорим о справедливости, вот, например, такой пример, да? А нелепая ситуация? Нелепая ситуация. А о нелепой ситуации в основном я рассказываю про свою жизнь в Америке. Там их как-то достаточно... Ну, нет, мы здесь случались, там. Нелепая ситуация? Ситуация нелепая. Я работаю разносчиком стульев, нарядальщиком салатов и моющиком посуды в бридж-клубе. В районе или в городке, подседнику полисадок в Лос-Анджелесе. Надо мной есть начальница, пресс-цилла. С английским у меня лажа полная. Пресс-цилла обращается ко мне, я как-то покупал, примерно понимаю, что она хочет. Ну, типа, я уже словатно так лаву его там нарежь, вытри какой-то там, старушке играет бридж, что-то пронюк, я должен вытереть. И вот она в очередной раз ко мне обращается, я хватаю дрянку и понимаю, что нет, что-то другое. У нее что-то как-то голова мотается. А что другое? И вот я так понимаю, что она сказала «бэк-ярд» и «биг-вэн». «Биг-вэн» — это такой микроавтобусик, большой причем, а «бэк-ярд» — это дворик, в котором они запарковывали машины. Но что именно… Мне хватает ума сказать «шоу мне, плиз». Она говорит «дот дворик» и «знот» и дальше какое-то короткое слово. То есть я должен не волноваться, там какое-то короткое слово на «бэк-ярд» в «биг-вэне». Ну, думаю, ладно, а-а-а-а-а-а-а-у. Обойду, думаю, дворик, тут сказать, обойду дворик и обойду все эти микроавтобусы, буду заглядывать в каждый, может, что-нибудь вижу необычное. Гляжу, нет ни одного «бэна». А, «биг-вэн» — «Тойота». Так, ну, ладно, тогда обойду все «Тойоты». «Тойот» было несколько. В одной из них вижу большой пакет. И я думаю, ну, вот что пакет-то? Я же сейчас потяну за дверь за ручку, чтобы проверить, что в пакете сработает сигнализация, приедет полиция меня ареструет, потом объясняет и прессирует за ней. И потом я тут понимаю, ты мне медленно доходишь, что слово короткое было «локот». Не заперта. То есть, если дверь будет не заперта в машине, значит, наверное, она. Я потянул, дверь не заперта, а дальше я всем задаю вопрос, когда рассказываю эту историю, что было в машине. Та-дам! Чтобы не мучились, сразу говорю, в машине был вентилятор. «Биг-вэн». Ну, вот. Ну, это не очень нелепо. Я же, в конце концов, выполнил поручение, так сказать, как хотел стрелять. А вот другая история, более нелепая, по-моему. Третий год я в эмиграции. Я отправляю машину, стою на бензозаправке. Ко мне подходит мужчина и говорит гадина по-английски. Голос-Анджелес. Надеемся. Я, как всегда, хочу ему сказать «но». У меня есть одно слово. На все случаи жить. Я сегодня буду читать. Я такой рассказ, как я послал одного японца. Вот. И вдруг мне становится стыдно, потому что я три года в стране. Ну, нельзя говорить «но». Надо понять. Я такой, прокручиваю к словам, как меня учили. Я такой, глядываюсь в него. Вдруг улавливаю в его вопросе слово «Universal Studios». Опа-на! Я там продаю бюджуты. А-а-а. Вот. Ага, думаю, он меня узнал. Он же улыбается? Улыбается. Говорит «Universal Studios». А улыбка такая, ну, приятельская. «На-лог тебя уж не в Universal Studios, если ты работаешь». Я ему говорю «Ес» вместо «но-лог». Я соскорю ее. Ну, все, думаю. Поговорили, разговоры о «гот», что находили. А он что-то еще хочет, продолжает разговор. Я слышу слово «гот». Мало ли, не «гот», а в смысле «гот», «гот», достигать, получать. Достигать, получать. Я проходил в пятом классе. Говорит «гот», 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 «универсал с культуры». Он меня узнал, он улыбается, он меня узнал. И он хочет спросить, как я получил эту работу, потому что действительно у нас удочка намного больше, чем в Santa Monica Moli, где я тоже продавал. Я говорю «Мой прэн, я вижу, что он неудовлетворен ответом». И я вижу, что он неудовлетворен ответом. Потому что он что-то вот неудовлетворен человек, я думаю. Как-то смотрит на меня, как-то приветливо по-прежнему, улыбается все равно. Я думаю «так, другие варианты, другие варианты». Итак, он знает, что я работаю в универсал студиос, «гот, гэп, гот, гэп». «Ага, могу ли я его туда довезти?» «Точно, я заправлял машину две недели назад, ко мне, например, заправщик уже подошел человек, просил подвезти. «Ааа». И говорят «Окей». И открываю его вверх. Он говорит «но, I tried». «Ни хрена себе, думаю, маньяк». «А что он должен везти мою машину?» «Это вот что такое вообще?» И, видимо, вся эта гамма непонимания, она же здесь где-то все нарисована у меня. Он говорит «don't worry», говорит «don't worry», и уходит. И тут такое третьевое вообще. Я взыграл, я бегу за ним. Я говорю «I know, I know, my English, stereo. But I want to know what you need». Я вижу, что он подошел к своей машине. У него там сидит жена и двое детей. Он хочет попасть в Universal Studios. Он подошел к нормальному с виду человеку, спросил «Как I can get, понимаешь, эту чертову, Universal Studios?» Я говорю «Мой друг, открыл свой бизнес?» «Мой друг, открыл свой бизнес?»